Бывает так, что нужно сделать только шаг, а под ногами хрупкий и тонкий лёд. В выходные дни для обеспечения безопасности людей на реке Оке в Рязанском районе привлекалась самая современная техника. Были запущены беспилотные летательные аппараты, с помощью которых удалось установить места пребывания на льду людей, куда и направилась патрульная группа. Вперед оттепели выход на лёд наиболее опасен, особенно на реке, где появляются промоины. Основная задача рейда, по словам руководителя регионального МЧС Сергея Филиппова, посетить наиболее популярные места массового выхода на лёд людей и напомнить им основные правила поведения на воде. Для передвижения по реке и труднодоступным берегам были задействованы квадроцикл, снегоход и судно на воздушной подушке. Оно позволяет передвигаться по мелководью, болотам, глубокому снегу, битому льду, преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели. То есть предназначено для перемещения на участках, где маломерное судно с мотором не сможет передвигаться, ввиду отсутствия достаточной глубины. Ещё одна полезная функция судна – возможность перехода с воды на сушу и обратно, без дополнительной подготовки. Об опасности выхода на лёд и правилах поведения на воде Сергей Филиппов предупреждал рыбаков по громкоговорящему устройству. Во время рейда он проводил с людьми профилактические беседы, раздавал памятки, напоминал, как действовать в случае, если провалился под лёд сам или как оказать помощь другому человеку. Кроме того, люди, которые отдыхали на берегу реки, также были проинформированы о правилах безопасности. Многие взяли с собой детей, которых сотрудники МЧС прокатили на судне на воздушной подушке и снегоходе. По итогам рейда Сергей Филиппов обсудил с представителями регионального отделения общественной организации Всероссийского общества спасения на водах вопросы взаимодействия для обеспечения безопасности людей на водоёмах. Речь шла об участии в совместных рейдах и патрулировании применения нетрадиционных форм профилактической работы. Особое внимание уделялось формированию культуры безопасного поведения у детей. Добиться наилучшего результата позволит совместная деятельность представителей местной власти, сотрудников МЧС, активистов, общественных организаций, добровольцев и, конечно, ответственное отношение самих рязанцев к соблюдению простых правил безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok